Здравствуйте! Сегодня город Москва, континентальная хоккейная лига, ВТБ, Арена и КХЛ ТВ предлагают вашему вниманию четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции и КХЛ между командами Динамо Москва и ЦСКА Москва. Сосков Динамо, все четыре его партнера поехали меняться и он сумел. Форчекинг одним. Ну да, это даже не давление. Это даже не форчекинг, но тем не менее. И вот он первый голевой момент в этом матче. И Александр Ерёденко успевает среагировать, успевает среагировать. Причем у него был минимум времени на это. Он успевает и в движение, и сесть на щитки, и выкатиться прямо под этот бросок Григоренко. Таким образом, максимально сократив угол обстрела и максимизировав свои шансы. А Бэй, кстати, бросал так, как ты и говорил, внизу, в дальний угол. В расчете на то, что нападающий колу врата шайбу не зафиксирует и появится возможность добивания у партнера Бэя. Ханзан и ЦСКА сейчас имела бы идеальную возможность, если бы не героически расплазнавшийся по льду Илья Никулин. Опытнейший Илья Никулин, который помог опытнейшему Александру Ерёденко. Но этот бросок, зная бросок Никулина, этот бросок вполне мог стать и голевым. Чуточку не сошлось, а так ему было удобно бросать. Это не от синей линии, это ближе к центру. Какой пас! В этой атаке поучаствовал Илья Никулин, может сказать, до конца официального объявления. Да, да, но в любом случае наверняка он получил. Вообще, да, передача от Никулина у нас и пошел, и пошел дальше на Хиетанина. И для, для нихса Хиетанина это первая заброшенная шайба в этом розыгрыше кубка Гагарина, которая выводит Динава. На сей раз не бросает, набрасывает, но там Скотт был под воротами, пробовал, пытался подставить, не вышло. И бросок, не стал бросать. Сам решил сделать передачу Шелунову Линденуэй. Фактически через несколько секунд заработал большинство уже теперь для своей команды. И для Динамо это важные две минуты, по крайней мере, если не забросить, то чтобы отодвинуть глубоко в прошлое те две минуты, когда ЦСКА штурмовал их в воротах. Ни Никулина, ни Хиетанина уговаривали бросать не надо, но и после заброса этой шайбы заметно появляется уверенность. И в этом проще сбеги Хиетанина пару раз бросал по воротам Сорокина. И вот первый... Вынужден долг, не видя шайбы, искать, где она приземлится. Неприятная ситуация для воротовяр. Акулов успел поменять и закатиться в чужую зону. Но в предыдущем матче две заброшенные шайбы. И здесь снова на скорости. Сначала один из партнеров Акулова заставил ошибиться защитником Астонского Динамо. И Акул приняв, шайбу сместился в центр и спот защитника бросил над щитком в дальний угол ворот Александра Еременко. И эта потеря позволила цуискать, чтобы сравнивать. И теперь Динамо Нестеров от всей души, но в скот. И вот еще один бросок Нестерова подставляет скот. И вот его Чайковский выбрал. Веселый, да, веселый Чайковский. По-моему, Шенегау не мог выбрать. Понятно, что там Светлаков боролся за позицию на ЦСКА, но вытолкнул, я говорю, дальше что уж куда. Вот здесь сначала боролся с Никулиным, но с Никулиным они поговорили. Я так думаю, что спокойно разъехались бы, потому что Светлаков и Никулины. Что один, что другой. Далвик с Робинсоном обеспечивают шанс выбраться из своей зоны с шайбой для ЦСКА. Вей Андронов! 30 секунд остается, и ЦСКА сейчас создает опаснейший момент! Действительно, моменты были и у Динамо, и у ЦСКА. И в конечном итоге, я так понимаю, что это Робинсон. Везли-везли шайбу на пятак, привезли. И Робинсон, подключившийся к атаке, в итоге его нападающий не спустился на пятак. И поэтому появилась возможность для броска у Робинсона, и он поднял шайбу в дальний угол ворот московского Динамо. Самый многоиграющий защитник ЦСКА. Звучит сирена! ЦСКА доказал, собственно, то, о чем и твердили. Наверняка, в том числе и Динамовцам говорили, одна шайба – это мало.